Добрый день. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru сегодня совсем короткие, на уровне анонсов, но много. Я уже как-то рассказывал о том, что 13 и 14 июля в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля FlowFest 24 пройдут два чемпионата интересных с чайной точки зрения – T-Skills и Aromatyka. Так вот, на оба турнира уже открыта регистрация. Если хотите попробовать себя в нелегком деле определения чаев и ароматов, милости прошу под ссылки, они будут в сообщении. Из Туапсе пришла новость о том, что там разрабатывается соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом и Сочинским субтропическим научным центром Российской академии наук. В тексте новости сообщается о том, что сотрудники туапсинского подразделения займутся возрождением чаеводства в регионе. Деталей о туапсинском чае у меня немного. В первом приближении там все как обычно. Раньше чай выращивался и изучался более или менее активно. Около Туапсе было примерно 30 гектаров чайных плантаций и работал опорный пункт упомянутого научного центра. Потом плантации пришли в упадок, но частично сохранились и эксплуатируются. И научный пункт тоже, похоже, сохранился. Ну и теперь все это дело планируют развивать. И тоже стандартным путем. На стыке выращивания и производства чая и агротуризма. Надеюсь, у коллег из Туапсе все получится. Старбакс объявила появление в ассортименте сети кофеин двух газированных энергетических напитков на основе чая. Желтенького и красненького. И я сейчас о цвете напитков, а не о видах чая. Порция одного напитка будет содержать 180 мг кофеина, порция другого – 205 мг. И это примерно столько же кофеина, сколько в 100 мл эспрессо. В меню Старбакс скоро появится и Боба чай. Все это, по словам представителей сети, делается для того, чтобы удовлетворить актуальный запрос на здоровое питание. Звучит смешно, конечно, но надо же было им что-то убедительное сказать. Вообще надо отметить, что рынок холодных чайных напитков сейчас имеет богатую и весьма заковыристую структуру. Там, на этом рынке, есть традиционный или даже не побоюсь такого слова классический холодный чай. Есть газированный чай. Есть слабоалкогольные чайные коктейли. Есть разные молочные чайные напитки. Есть чайные энергетики и прочие функциональные напитки. Есть вода, ароматизированная чаем. Чайное пиво. Чайные напитки без сахара, стремящиеся к максимальной близости к чистому чаю. Специфические чайные алкогольные напитки. Камбуча, понятное дело. Разные травяные чаи. Баблти. И все это еще и комбинируется между собой разными причудливыми способами. Очень интересный сегмент на самом деле. Жаль только, что не очень вкусный большей частью. Оказывается, в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Узбекистане с 1 января 2024 года действует ГОСТ 34964-2023 с мощным названием «Напиток чайный из Кипрея у Скалистного. Технические условия». Текст ГОСТа совершенно бессодержательный с точки зрения нормального любознательного человека, но при этом он является отличным подспорьем для производителей и продавцов Иван-чая. Ну, в том смысле, что теперь маркетинговому отделу и юристам какого-либо Иван-чайного бизнеса не нужно сидеть и придумывать, что им написать на этикетке. Теперь у них ГОСТ есть. Они могут смело написать на пачке что-то типа «Кипрея листовой крупной черной ферментированной» и никто не придерется, потому что каждый из этих терминов в ГОСТе прописан и пояснен. Стандарты на самом деле так и работают. Информационная ценность ничтожна, а ценность для работы очень большая. И это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!